организации. Пожалуйста, коллеги. Спасибо. Мы уже планировали делать в прошлом году. Мы выступали по поводу использования серверов виртуализации и так далее. Но, как получилось, у нас поставили немножко неловкое положение с оборудованием и оказалось, что получилось, что у нас были очень сильно связанные руки с аппаратным, скажем так, обеспечением для того, чтобы можно было использовать, соответственно, свободное программное, во-первых, обеспечение. Ну и второй момент, который мы хотели, соответственно, сделать, это используя, скажем так, старые программные продукты, которые были уже, скажем так, в учебном процессе использованы и, соответственно, их тоже адаптировать, использовать, переписывать. Некоторые, скажем так, преподаватели отказались от, соответственно, под, скажем так, Linux программы, под операционной системой Linux, а уж тем более под Alt. Мы планировали там под Alt использовать, но, скажем так, руководство четко решило, скажем так, под Astro все загнуть. Вот. Но сейчас, как бы, у нас тут проблема такая, мы начинали, значит, в мира это все делать, а сейчас, получается, в мира мы перетаскиваем это в МТУСИ. То есть, как бы, плавно это все туда переносится, и там совсем другая история, тоже с определенными моментами. И вот проблемы, как бы, три и такие проблемы, которые возникли у нас в этом плане с точки зрения, да, переноса, значит, задач в учебном процессе. А почему мы хотели, соответственно, это сделать? Дело в том, что мы хотели строить загрузку лабораторного класса, да, соответственно, различных гератогенных клиентов, да, для того, чтобы, например, студент мог, скажем так, на своих рабочих местах использовать совершенно разные, скажем, да, при выполнении каких-то работ разные, соответственно, задачи. Разные задачи. То есть можно было загружать одновременно, да, соответственно, разные задачи в одно и то же время. Ну и плюс, естественно, как бы, как говорится, пытаться сделать еще и так, чтобы мы могли делать, возможно, за время, скажем, потоковых, каких-то потоковых, соответственно, занятий, да, быстрые, скажем, перезагрузки, да, соответственно, лабораторных, соответственно, классов. Вот. Значит, соответственно, так, распределение по ролям, значит, мы сделали следующим образом, значит, выделили, соответственно, сервер физический, да, существующая машина, ну, понятно, соответственно, не буду я тут, соответственно, перечислять задачи, делаем клиента и, соответственно, делаем образы, да, соответственно, раз, файловых, скажем так, систем, либо виртуальных машин для какого-то прикладного ПО клиента, какого-то прикладного клиента. Это различные могут быть вещи, это могут быть и средства разработки, причем средства разработки, как и, естественно, проприетарные, так и, соответственно, свободное ПО для того, чтобы можно было, соответственно, делать. Ну и, собственно говоря, схема выглядит вот таким вот образом, мы ее построили, к сожалению, на толстом клиенте, может быть, это не самый лучший, наверное, вариант, но в наших условиях это было хоть хотя бы какое-то решение для того, чтобы это было сделать. Вот, значит, соответственно, работа происходит у нас, загрузка образа по сети, да, локальной, соответственно, вот. Конечно бы, если мы могли использовать тонкие клиенты, я думаю, что, ну, вот наши коллеги тут выступали, говорили, что очень серьезно можно было сократить, да, собственно, запуска, да, соответственно, загрузку практически, вот у нас тоже мы тут пытались хотя бы немножко эксперимента сделать, мы могли там 15, до 15 секунд загрузку довести, но, к сожалению, у нас ресурсов таких нету, да, серверов и тому прочее. Что было под рукой, то мы, соответственно, вот и сделали. Ну и как бы параллельно, естественно, велись, скажем так, да. Чуть-чуть прокомментирую, и сервер, и клиенты мы были вынуждены сделать на одной и той же аппаратной платформе. Вот, и, соответственно, как бы первая задача мы сделали, соответственно, вот такого примерно сетевую загрузку, да, вот такому принципу, вот, я думаю, не будем эти тонкости здесь рассказывать, многие коллеги наши тут уже более подробно это рассказывали, мне кажется, нет смысла, вот, но если нужно, да, там вопросы, тогда зададите, вот, ну, задача была еще вторая, да, сразу под это дело мы могли, хотели бы еще сделать так, чтобы студенты хоть и работают в каждом своей, будем так говорить, пространстве прикладном, да, но мы хотели, чтобы они еще свои работы могли каким-то образом, значит, скажем так, оставлять для дальнейшей деятельности, и это можно было еще каким-то образом оценивать. И параллельно велась, ну, мы еще ее не интегрировали, значит, вот в эту систему, параллельно велась так называемая виртуальная лаборатория, виртуальная лаборатория, то есть вот сейчас разработка уже, как бы, готова, там виртуальная лаборатория по изучению языков программирования, то есть там такая вещь была, что туда интегрируются, соответственно, компиляторы, интерпретаторы, и, соответственно, ребята там пишут, помимо там, естественно, теоретических, там всяких, ну, понятно, видосов и тому подобных учебных материалов, там еще и система оценивания, система проверки грамотности и так далее. Вот, и пока это еще мы не интегрировали. Вот, ну, вот кое-какие подробности, тогда Сергей. Добрый день, значит, по поводу подробностей. При создании комплекса вот этих вот виртуальных машин у нас пришлось немножко потоптаться по граблям, которые, хотя в интернете кое-где и задокументированы, но на каждой своей грабли есть еще маленькие грабельки и удлинение ручки, то есть какие-то собственные нюансы. Значит, с какими нюансами мы столкнулись? Ну, во-первых, потому что у нас было два различных варианта предварительных наработок под Ubuntu и под Astra. Соответственно, для сервера у нас было вот таким вот образом разбитое дисковое пространство с возможностью загрузки двух образов. Структура каталогов, если кому-то интересно, вот она представлена здесь на слайде, то есть у нас раздел с образами, он одинаково монтируется в одну и ту же точку, как для Ubuntu сервера, так и для Astra сервера. Потом, соответственно, был сконфигурирован соответствующим образом файл загрузки групп на сервере, где имеется возможность выбора из двух образов. Но, к сожалению, мы уперлись в конце в такую вещь, как особенности аутентификации. В результате различного содержимого, немножко отличающихся, извините, отличающейся структуры паролей для Astra и для Ubuntu, мы столкнулись с такой неприятностью, как возможность авторизации только в том случае, если на сервере та же машина, что и на клиенте. Соответственно, для решения этой проблемы у нас планируется в первую очередь. В дальнейшем мы собираемся переконфигурировать и NitroMS файлы для сетевой загрузки, ну и некоторые детали для общих каталогов по сохранению работ. Спасибо большое. Ну вот я задам вопрос сразу. Обычно все спрашивают такой тест, не избрали ли вы велосипед. То есть вот сама система загрузки, это случайно там, почему не использовали там Digital Rebar или там CopperFS, но есть разные всякие системы, которые вот этим рулят. То есть почему начали делать с нуля? Ну, скажем так, мы использовали LTSP как базовую версию для… То есть вы взяли что-то готовое и начали дорабатывать? Ну, скажем так, да, доработка LTSP под конкретно наши нужды. То есть некоторые нюансы коробочной версии LTSP у нас не стыковались. Основная проблема… Не стыковались именно с Астрой, наверное? Нет, не с Астрой. Не с Астрой, а с политикой безопасности высшестоящей сети в нашем ВУЗе. То есть нам подрезали по протоколу DHCP абсолютно все настройки, кроме выдачи IP-адреса. То есть он не мог вас по эксплуатации загрузку делать? Нет, DHCP выдавал только IP-адрес, весь остальной DHCP-трафик с кучей настройки, если кто в курсе блокировался. И вот в рамках этих ограничений нам пришлось танцевать. Да, если нет вопросов, то да. В чем все-таки проблема? Я пытаюсь представить сам кейс. Где там возникает эта авторизация, от которой вы страдаете в Астре? Я так понимаю, там разные политики, может быть, не только Астр проблема, но еще какая-то. То есть студент авторизуется в какой момент? То есть он начинает грузиться по IP-адресе, его что-то спрашивают? Когда студент загружает толстого клиента, перед ним обычное окно авторизации в зависимости от настроек образа. Либо графическое, либо консольное. Но потом, когда он вводит пароль, система авторизации проводит хэширование этого пароля. То есть вы как-то самостоятельно пытаетесь хэши сравнивать, да? Посылаете хэш на сервер и что-то сравниваете? Нет, фишка себя в том, что тот хэш, который хранится на серверной машине, должен получаться по тому же алгоритму, по которому хэш генерируется на клиенте, который загружен. Нет, просто то, что вы сейчас говорите, похоже, что вы начали изобретать что-то керберсообразное самостоятельно. Выглядит так. То есть какой-то протокол авторизации, который по идее должен быть кондарным. Это его проблема, как он там пошлет хэш, пошлет он договориться, выяснит, что там на сервере. Я не знаю, что тут радиус, может быть, подправьте меня. Фишка в том, что мы не сумели, к сожалению, сейчас настроить так, чтобы загруженный Ubuntu клиент, хэшируя по своему алгоритму и отправляя хэш на сервер, астровский положим, получал тот же хэш, который лежит в астре в шадоу файле. И наоборот. Нет, просто пока получается, что это вы посылаете, как-то реализовали, посылаете хэш, и там руками сравниваете. Нет? Мы не руками сравниваем. То есть какой протокол? Коллеги, у нас остались секунды. Можете в куларах попасть. Все хорошо, я просто… Хэш вычисляется на клиенте, но он не совпадает с тем, который лежит на сервере. Нет, понятно, что не совпадает. Коллеги, спасибо большое. Просто вы не должны этим заниматься. Аплодисменты мне пришлось заняться. Давайте поблагодарим докладчиков. Следующая… Вот этой настройкой мы и собираемся заняться. Я буду отбирать. Пока выглядит произобретение подоколки.